Продолжение следует... 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 Так, общество может и не быть, но имя, фамилия, имя обязательно. Телефон 12 цифр. Первые цифры 3-8-0. Вот я указываю телефон 3-8-0. Например, там 6-7-1-2-3-4. Для того, чтобы CRM-система опознала этот незнакомый номер телефона, я ее копирую и вставляю. Обращаю внимание, как вообще с вашей таблицей, предположим, было 2. Война и сковородка ГРИЛЬСКИ. Отличивает процент выкупа за повышение, увеличение процентов. Не проверить отделение. Слово пункт. Увидели абсолютно любую информацию. Можно оформлять. Так, покупки клиентов, товаров, заказов. Все ременти заказывайте аккуратно. У вас действительно координаты отправки. То же самое. Они уже готовы. Они записаны в таблице. Просто скопировали, вставили. Все, вот вставили. Дальше. Комментарии для склада. У нас нет никаких комментариев для склада. Все правильно? Да. Действительно, это мой код сотрудников. Так. ФИО клиента Кравченко Иванович Редеевич. Да, у меня заставка. Заказ успешно оформлен. И будет отправлен клиенту в ближайшее время. Все. Это означает, что заказ точно принят и пошел в работу. Не нужно переспрашивать у тимлидера про шоу без заказа. Мы используем надежные программы. Все заказы, оформленные в интернет-магазине, однозначно, гарантированно попадают в серые. Дальше. Комп 13 инструкция. Отправка заказов. Заказы оформлены в буднике до 14.00, а в субботу до 12.00 отправляются в этот же день. В воскресенье отправок нет. Но клиентам всегда нужно говорить строго про скрипту. А что у нас там? По скрипту мы им говорим. А мы когда завершаем с ними разговор, мы им говорим о накладной. Скажите, вы сможете забрать ваш заказ в течение трех дней по суббитию по ссылке на интернет-магазинокладной? Скажите, вы сможете дальше? Сюда подбрасывается эта информация. Что заказ точно принят и пошел в работу. Не нужно переспрашивать у тем лидера про шелый заказ. Мы используем надежные программы все заказы с вами о времени доставки. Если доставка на отделение, соответственно, вы говорите, когда посылка будет на отделение новой почты, вам придет смс удаление с номером накладной. Скажите, вы сможете забрать ваш заказ в течение трех дней после прибытия посылки на отделение? Ну тогда ожидайте доставку. Всего доброго. До свидания. Так, это отправка заказов. Да, обратите внимание, заказы со строчкой отправки оформлять запрещено. Указываю, как это выглядит. Обратите внимание, здесь и состав заказа, товары перечисляются, адрес, куда оформлен заказ. То есть сюда подбрасывается эта информация. Так что заказ точно принят и пошел в работу. Не нужно переспрашивать у тем лидера про шелый заказ. Мы используем надежную программу. Все заказы, оформленные в интернет-магазине, однозначно, гарантированно попадают в серые. Дальше. Комп 13 инструкция. Отправка заказов. Заказ оформленный в буднике до 4.00, а в субботу до 13.00 отправляется в этот же день. В воскресенье отправок нет. Но клиентам всегда нужно говорить строго по скрипту. А что у нас там по скрипту мы им говорим. А мы когда завершаем с ними разговор, мы им говорим следующее. Где у нас согласование координат отправки? Вот мы им говорим, что сегодня ваш заказ будет упакован и отправлен. Доставка обычно занимает 2-3 дня. Когда посылка будет у вас на месте, с вами свяжется курьер новой почты и договорится с вами о времени доставки. Если доставка на отделение, соответственно, вы говорите, когда посылка будет на отделение новой почты. Вам придет смс у давления с номером накладной. Скажите, вы сможете забрать ваш заказ в течение 3 дней после прибытия посылки на отделение? Ну тогда ожидайте доставку. Всего доброго. До свидания. Так. Это отправка заказов. Да, обратите внимание, заказы со строчкой отправки оформлять запрещено. Нужно позвонить клиенту на корону непредполагаемой отправки, походить серьезность в намерении и только после этого оформить заказ. Номера накладных, походить, автоматически появляются по каждому клиенту в программе клиента. Вот я вам показывал, как это выглядит. Обратите внимание, здесь и состав заказа, товары перечисляются, адрес, куда оформлен заказ. То есть сюда подбрасывается эта информация. Так вот, компания напрямую заинтересована в том, чтобы как можно быстрее отправить каждый заказ, и как можно быстрее дать менеджеру каждый номер накладной новой почты. Не нужно подгонять тимлидера. Номера накладных, они появляются в программе клиента сразу же, как они появляются в системе. Каждый номер накладных, по каждому заказу, нужно скопировать и вставить в свою таблицу заказы, и отслеживать посылку на сайте новой почты по этой ссылке. То есть вот как копируется заказ. Ой, номер накладных. Вот я просто нажал, он скопировался, и я в таблицу, вот кликаю два раза на чайку, его вставляю. И по этой ссылке, что же это за ссылка, давайте посмотрим. Значит, так, отслеживаем на сайте новой почты по этой ссылке. Вот нажимаю я на эту ссылку. Вот такая страница новой почты. И вводим сюда номер накладной. Но я специально подготовил три номера накладной, чтобы показать, как это выглядит. Сейчас мы это посмотрим. Давайте вначале пройдем к пункту 15 инструкции. Сразу же после отправки посылки, наша серая система отправляет клиенту СМС сообщением о номере накладной. Новая почта тоже должна отправить СМС клиенту с номером накладной после прибытия к пункту назначения. Но ни в коем случае не стоит рассчитывать, что клиенты видят и читают эти СМС. Если заказ оформлен на отделение, то сразу же после прибытия на отделение нужно срочно звонить клиенту и сообщать о прибытии посылки на отделение. Внизу на первой странице скрипта. Цель этого звонка не столько напомнить или подогнать клиента, сколько укрепить контакт с клиентом. Это очень сильно повышает проценту. Вот у нас скрипт. Вот внизу. Добрый день, Иван Иванович. Ну и вы говорите, там ваш заказ уже находится на отделении новой почты. Если приходилось уведомление новой почты, скажите, пожалуйста, когда вам будет удобно забрать заказ? Хорошо, всего доброго, до свидания. Обязательно, если заказ оформлен курьером, звонить курьеру не нужно. С клиентом созвониться и договориться курьер новой почты. Но если прошло два дня с момента прибытия посылки в город назначения, посылка до сих пор не доставлена, нужно срочно звонить клиенту и выяснять, что там происходит. Если задержка связана не с клиентом, а с новой почтой, нужно срочно звонить на горячую линию новой почты. Есть номера соответствующие в инструкции и требовать доставить заказ. Чтобы дождаться соединения с заказом новой почты, часто приходится долго ждать. Но это того стоит. Чтобы из-за какого-то недобросовестного курьера новой почты не потерять свой заработок на заказе, не поставить компанию под оплату пересылки, не выкупа туда обратно. Обычно курьеры быстро созваниваются с клиентами, доставляют посылку, но на всякий случай. Проверяйте, если два дня прошло, значит нужно подгонять, значит что-то там не так. Пункт 16 инструкции, выкуп, не выкуп. Через 5 дней после прибытия посылки в пункт назначения. Посылка либо оплачивается клиентом, либо автоматически отправляется обратно на наш сплат. На сайте новой почты появляется либо формировка, посылка выдана, это значит выкуп, либо срок получения посылки истек, это значит не выкуп. И, как правило, это не выкуп не по причине того, что там истек срок, а просто отказался клиент, но на сайте новой почты они обычно это так пишут. То есть срок получения посылки истек, на самом деле это означает, что отказался клиент в большинстве случаев. В случае выкупа номер накладной в своей таблице заказа и сумму заработка этой ячейки 12% плюс 50% нужно покрасить зеленой заливкой ячейок. В случае не выкупа нужно залить красным цветом и в ячейке 12% плюс 50% поставить цифру. Ну давайте я вам это продемонстрирую. Вот у нас, ну давайте я скопирую этот заказ, его таким образом сейчас растиражируем, скажем так. Один заказ, вот я его скопировал и вот так его повставляю много раз. Так, вот я взял для образца номер накладной. Это здесь выкуп показывает. Заходим на сайт новой почты, именно по той странице, вот ссылка есть на эту страницу. И вот я сюда вставляю этот номер и нажимаю на кнопку поиска. Это номер накладной, да, посылка закончилась в выкупе. Вот мы видим, посылка выдана. Место Пролуга, военный городок, улица 12. Обратите внимание, в принципе, можно прослеживать судьбу посылки, то есть, когда она выезжала, как приезжала. Ну вот если мы нажмем, например, посылка принята, склад евро, в общем, поехала посылка. Когда посылка отправлена, посылка прибыла в депо, депо, в улице объездна, терминал номер 3. Поехала, поехала, поехала. И вот посылка прибыла в город Прелуки, депо. Посылка прибыла в службу доставки Прелуки. Посылка выдана курьеру в городе Прелуки для доставки. И посылка выдана вместо Прелуки, военный городок, улица 12. То есть, хотите, можно проследить судьбу, то есть, где находится посылка. То есть, нажав на кнопку подробно, можно эту информацию отследить. Так, это вот мы увидели, как выглядит выпук. То есть, написано, посылка выдана. Давайте посмотрим, как выглядит не выпук. Не выпук, вот копирую. Да, вот если посылка выдана, значит, вот так и крашены, вот эти две ячейки, вот таким образом, зеленый цвет. Все нормально, то есть, на данном заказе вы заработаете. Вот данное. Второй номер накладной, это не выпук. Сейчас мы его проверим. Вот я вношу этот номер в укладную, нажимаю на пульс. И вот, что показывает новая почта. Срок получения посылки истек, она направлена на отправители, под новым номером и так далее. Вот срок получения посылки истек, это означает невыкуп. Напоминаю еще раз то, что я говорил. В самой программе клиента, выкуп или невыкуп, он отражается.